Всем привет! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Сегодня Поля впервые купила, уже купила на аукционе свой первый автомобиль. Если вы ждали этот видеоролик, ставьте лайк прямо сейчас. Ну что, Поля, расскажи о своих ощущениях, когда ты переводила денег на сайт, сколько ты там перевела, какой лот, как описывали. В общем, я купила за 100 тысяч. Да блин, что ты смеешься? Я уверена, что у меня будет вообще самая лучшая машина, потому что мне повезет. За 100 тысяч рублей. Слушай, ну 100 тысяч это приличные бабки на самом деле. Ну я про это и говорю, что я, блин, там, блин, я хочу быстрее смотреть. За 100 тысяч рублей там написано было, что это иномарка или что? Где? Там? На сайте. Описали? Там тебе выслали место. Там было написано автомобиль, машина. Там гараж или автомобиль? Там было 100 тысяч, и автомобиль написано. Где координаты? Нужны координаты? Ты вообще не смотрела, что покупаешь. Ты хотя бы помнишь, как аукцион назывался? Там, подожди, Королевский... Смысл? Что за ерунда? Хотя нет, подожди, это же лайфхак. Это же, она же впервые купила на Королевском аукционе. Короче, ладно, давай, открывай этот аккаунт, там должны быть координаты. И мы сейчас посмотрим, найдем твой автомобиль. Давай. Что ты нашла? Ну, что-то тут, да, есть. Ну, а, слышишь, ты привела нас в какой-то прям дикий райончик. Не самый благоприятный. Это прям жутко, очень жутко и стрёмно поле. Что? А где еще допрятать? В таком. Нет, а вдруг украдут. Машину? Да. Кстати, да, там же ключи, надо торопиться. Да ты координаты мне покажи. Вон там, за углом вроде бы как. Обойдем этот дом и должны найти твою тачку. Я реально все еще не знаю. Поставьте видео на паузу сейчас и напишите ваше мнение в комментариях, что достанется Полине. Русская тачка за 100 тысяч или иномарка. Ну, я не знаю, блин. Это королевский аукцион. Вон, в поле может попасться все что угодно. Ты реально свои 100 тысяч отдала. Ты ему только не говори, я его карточку ввела. Он даже не увидел транзакцию. Я вижу, сам тачка. Идем. Ура! Да подожди. Ну, все, Полина. Поздравляю. Это седан. Однозначно седан вот здесь сбоку. Откуда знаешь? Да потому что это видно, что это не хэтчбэк, не кроссовер, не внедорожник. У нас, кстати говоря, никогда внедорожников не было. Это жалко. Но это обыкновенный седан. Ну, в Мерседес вот в этом видеоролике огромный. Его можно было назвать внедорожником. Самое дорогое наше новое приобретение. Самый дорогой наш окуп. Ну, вот это вот твой, получается, седан, Полина. Да подожди. Что? Ты хочешь открыть? Ты хочешь сама открыть? Да блин, да. Да открывай. Я же твои деньги заплатила. Давай с двух сторон тогда. И подписчики увидят дачку с аукциона за 100 тысяч рублей. Три, три, два, один. Что ты ржешься? 21,06. И что? В смысле что? За 100 тысяч. Ты видишь, какой цвет красивый? Конечно, Полина. Он бирюзовый. Это голубой или бирюзовый? Это красивый цвет. И машина. Смотри, какие диски. Смотри сюда, лучший оператор. Да. Видал? Что тут у нас? К-а-а. К-а-а. Королевский аукцион. Ну, чем ты могла думать, Полина, когда-то у них были бы даже мишки-далы. Слушай, так-то подождите. Слушай, смотри-ка, салон. Это кожа? Так, конечно, в то время делали кожу-рожу прям. Это вообще красота. А руль, а руль, а руль из чего? Из дерева? Пахнет здесь как-то круто. Вау. Италиан Мэйд, ты посмотри, оператор, это какой-то очень понтовый и дорогой руль по всему. Италиан Мэйд, ты типа. Ёл, реально из дерева. Слушай, реально здорово. Ну, что-то там такое, цветочек? Да, это цветочек в коробке передач. Ну, а, теперь ключи вставлены, даже не пришлось искать. Да он на сигналке. Блин, слушай, круто. Надо дойки чекнуть, чтобы все было нормально. Документы есть? Да, но обычно в королевском аукционе все с этим в порядке. Да, здесь файл, даже с троповкой есть. Слушай, все в порядке. Все круто. Поздравляю, Аполли, но все равно 100 тысяч. Да смысл? 100 тысяч за жигу. Подожди, а какой год? Смотри, здесь медвежонок олимпийский вообще-то. Да, это с губы. Так. 90-й. 90-й? Так смотри, вот она хорошо сохранилась. На самом деле для 90-го года это прям детище. Но это шестерка, слушай, это не просто какая-то жига. То есть, будь это семерка или прочая фигня, это было бы не так интересно. Ты вспомни свой жигуль, как он у тебя сохранился. Ну, вообще он намного моложе раза в два этой. Вот именно. Смотри, это просто превосходно. Ну, если тебе так нравится, ты кататься на жиге за 100 тысяч, садись и едь. Смотри, что там написано. У тебя что-то по-китайски, я не знаю, что это. Или облик. Ну, вот ты садись и езжай, все, давай, поздравляю, молодец. 100 тысяч, а. Как так? Я ничего понять не могу. Вроде бы, когда ты покупаешь впервые на аукционе, в смысле, на королевском аукционе, тебе должны дать какую-то поинтереснее тачку. Нет, это хорошая жига. Нормальная тачка. Ну, не за 100 тысяч, камон. Что-то здесь не так. Я с твоего аккаунта покупала. Серьезно? Ты покупала с моего аккаунта? Ты не могла зарегистрировать свой? Так, видимо, тебе решили дать. Подожди, подожди, с моего? То есть ты на мою карту купила? Так, Слава, ты ничего не... Я? То есть это я купил жигу за 100 тысяч? Нет, я купила. Нет, это я купил жигу за 100 тысяч. Нет, купила я. Вот сейчас смешно. Вы что, вообще обалдели? Да ну, слушай, это классная жига. Она крутая. Я говорю, да. Она отличная жига. Ты посмотри, какие классные диски. Это раритет. Она еще и занижена. Немножко пару витков или полтора витка пильнута. Это красивая жига. Очень необыкновенная голубая красивая жига. Вот этот багажник, он ему доставляет как бы раритета. Посмотри на эту аутентичность. С учетом того, что это 90-й год, всего за 100 тысяч рублей это великолепный вариант. Его можно продать намного дороже. Да? Всего за 100 тысяч у нас еще здесь вкачана музыка. Ты посмотри, какие здесь крутые самодельные сабы. Видал, да? Кто сам старался, делал из дерева. Можно музыку прижать на полную. Между прочим, у нас еще есть стандартная СССРовская аптечка. Что добавляет тоже великолепной стоимости этому автомобилю. Это же настоящий раритет, друзья. Вот так вот. Ну ладно, все равно. Самое главное, что она есть. Из аптечки нельзя есть. Да, она же есть. Сзади посмотри. Сзади это бизнес-класс. Реально, смотри. Это советский бизнес-класс. Да, это не... Как ее открыть, я не знаю. А, вот. Давай, оператор. Дорогая, давай. Хорошо. Чудесно. Вот, видишь, какой бизнес-класс здесь у нас в этой шестерочке. То есть так вот оно раскладывается все. Здесь можно сидеть и кайфовать. Ну просто, понимаешь, это реально какая-то люксовая комплектация. То ли салон перешит, то ли действительно очень необыкновенно. Может, это экспортная? Вполне себе возможно, что это какая-нибудь экспортная версия. Давайте заводиться уже. Хватит болтать. А то, как бы, машина машиной, все хорошо. Но она ничего не стоит, если она не ездит. Ведь машина, в первую очередь, она должна ехать. О, серис уже. Смотри, сколько вонючая. Да, поэтому здесь так вкусно пахнет. Они сделали свое дело. Так. Аккумулятор работает. Это уже хорошо. Сейчас момент... Это жигули. Все в порядке. Вот так вот. Просто нужен к ним своеобразный подход. Просто нужно понимать. Видал, тут здесь карнитура прикольная. Это та, это... В смысле, этот... Магнитового. Ну, что я могу сказать? Вот, свет работает. Все чудесно. Печка работает. Здесь довольно-таки тепло. Давайте попробуем тронуться, друзья. Опа. Первое. Понятно. Просто так получилось. К сцеплению нужно привыкать. Такс. Еще разок. Еще разок. Так. Так. Выжимаем его медленно, пока не затрясется. И газуем. Ну, все, они уехали. Можно домой. Сейчас спокойно. Понятно. Одна пара. Мощенко действительно сигнализации. И в абсолютно исправном техническом состоянии. С учетом... Не снимаю. Говорю, абсолютно исправна она. С учетом того, что это 90-й год, она легко заводится, легко едет, трогается с места просто легко. Заглянем к ней под капот, посмотрим, что делали 30 лет назад. Я, по-моему, эта машина старше большей части моей аудитории. И она старше меня. Но она все еще едет и работает лучше меня. Так. Ну, конечно же, у нас тут все по классике. Нужно два человека, чтобы открыть нашу. Все. Ты зафиксировал его? Да, все, зафиксировал. Вот такой вот у нас двигатель. Ну, по сути дела, жигулевский двигатель, ничем не отличающийся от нашего семерочного. Как бы здесь все по деколту. Даже я не знаю, про что рассказать. Потому что, по-моему, с копейки по семерку, по восьмерку даже, наверное. Нет, восьмерки уже поменялось вроде бы что-то. Но там, короче, ничего не поменяется. Ничего не меняется с копейки по семерку, насколько я понимаю. Что самое крутое? В шестерке это форм-фактор. То есть, особенность этого кузова заключается в том, что она имеет такую форму, получается, стрелы, что ли, треугольника. Это отличительная черта от семерки, от предыдущих, потому что они были все преимущества округлые такие, квадратные. Здесь же мы имеем такие любимые всеми ангельские глазки. Ну, в данном случае глазок. Что она там делает? Поля, Поля сфотографируется в своем новом автомобиле. Вот так вот. Ну, что интересно, я вот слышу звук какой-то, звук какой-то другой. Вот этот звук. Это выхлоп вот такой вот. Ну, и здесь банка торчит налево. То есть, он вот сюда так сварен, прикилок. Ну, это круто. Это, говорю, добавляет гоночного такого лайфстайла. Давай вот так вот по чесноку мы с вами поступим следующим образом. Раз ты меня обманула. Я? Да, раз ты использовала мой аккаунт для покупки этого автомобиля, я тебе его отдам. Если ты сможешь на нем, вот сейчас садишься и трогаешься. Давай, давай. Все, давай, забиваемся. Пари, ставьте видео на паузу и пишите вашу версию в комментариях, сможет Полина тронуться или нет. Я думаю, что нет. Что-то игрушку какую-то взяла, положи ее на место. Он мне помогает. Давай, давай, трогайся. Трогаться? Да. Как ты встану пил дверь. Я буду смотреть, чтобы все видят, что ты дежурничаешь. Так, вначале я выжимаю сцепление. Ну. Затем надо убрать ручник. Ну, допустим. Затем мне надо переключить скорость. Ну, да. Ага. Ты почти у цели, я так скажу. Сейчас мне надо отпускать тихонечко сцепление. Момент истины, ребята. Да не-е-е-е. Да как так? Все, все, все. Кармоза давай. Я проспорил Жигу за 100 тысяч. Да вы чайки на эти Жигу за сотку. Я проспорил Жигу. А, опять. Так. Черт. Так ему не надо. Нечего покупать. Я шокирован. Как ты это сделала? Как ты тронулась, а? Видео. Не помнишь? Меня Петя научил все-таки. Я запомнила. Что, серьезно? Тебя Петя научил водить автомобиль? Получается так. Ну, теперь, короче, садись в свою Жигуле, шестерку, и катись отсюда. Что, офигела? Ну, а что вы меня простоволосили, ребята? Так ты сам, сам подошел тебя, никто за язык не тянул. Ты сказал, тронешься? Все, все, давай, двоя, катайся, будь счастлива с ней. Я счастлива? Ладно, ребята, а вы в комментариях напишите, были бы вы счастливы получить вот такой вот подарок, такой раризетный автомобиль ценой в 100 тысяч рублей. Мне очень интересно ваше мнение, а потом пишите ваши комментарии, ставьте лайки под этим видео. Обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видео, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, а Полину мы поздравляем с новой шестеркой. Ура! Которой 30 лет. И она стоит 100 тысяч рублей. Увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Спасибо за просмотр! А.